здравствуйте сегодня хочу вам рассказать про лекарственное растение богульник болотный народе его еще называют богун душистый розмарин лесной клоповник большой клоповая трава болотная удурь цветет растение с мая по июль встречается в северной и средней полосах европейской части россии также сибири и на дальнем востоке растет по торфяным болотам и болотистым лугам и во влажных хвойных лесах нередко образуют большие заросли применяемые часть этого растения трава это стебли листья и цветки время сбора с августа по сентябрь химический состав богульник содержит гликозид арбутин также содержит дубильные вещества и эфирные с резким запахом масла эфирное масло обладает парализующим центральную нервную систему действия растение ядовито применение богульника водный настой травы обладает патагонным отхаркивающим противовоспалительным обезболивающим бактерицидным и ранозаживляющим действием настой расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение снижает кровяное давление и обладает кровоочистительным успокаивающим наркотическим инсектицидными свойствами настой травы принимают внутрь при мучительном кашле также коклюши бронхиальные астме отышки туберкулез легких простудных заболеваниях ревматизме подагре золотухи различных экземах и других кожных заболеваниях настой этого растения пьют как профилактическое средство при эпидемических заболеваниях в немецкой народной медицине настой богульника применяют при мышечном и суставном ревматизме также при болях в ногах люмбага коклюши астме и как кровоочистительное средство при кожных сыпях наружно настой употребляют при укусах насекомыми также применяют при колотых и рваных ранах ушибах опухолях в результате обмораживания и для усиления циркуляции крови в пальцах при их онемении богульник сваренный с растительным маслом с успехом применяют как наружное средство для лечения кожных болезней в научной медицине настой применяют как отхаркивающее антисептическое и успокаивающее средство при острых хронических и астматических бронхитах бронхиальной астме и как вяжущая при энтероколитах эффективность действия богульника была проверена клинически установлено также хорошее действие мази и зефирного масла богульника при насморке богульник используют и как инсектицидные растения для предохранения одежды от моль ее пересыпают порошком листьев и одновременно кладут веточки богульника для уничтожения клопов и блох окуривают помещение порошком листьев внутреннее применение богульника как ядовитого растения требует особой осторожности как же применяется богульник первый способ одну чайную ложку травы богульника настаивать 8 часов в двух стаканах остушенной кипяченой воды в закрытом сосуде затем следует процедить принимать по одной второй стакана четыре раза в день второй способ 20 грамм травы богульника и 15 грамм листьев крапивы жгучий настаивать 8 часов в одном литре кипятка в закрытом сосуде затем процедить принимать по одной четвертой стакана четыре раза в день после еды детям при куклеше давать по одной чайной ложке три раза в день и третий способ применения две столовые ложки травы и богульника с 5 столовыми ложками подсолнечного масла настаивать 12 часов в закрытом сосуде на горячей плите затем процедить употреблять как наружное средство при ревматизме и кожных болезнях бесполезと思います в следующий раз